Всем привет, меня зовут Илья, и на этом канале я пытаюсь играть на бас-гитаре. Данный видеоролик будет посвящен такой насущной проблеме, как обыгрывание соло на бас-гитаре. Мы сегодня разберем методы импровизации, игры соло, солирование, заливание соляры на бас-гитаре. Я знаю на 100%, что многих музыкантов интересует вопрос выбора нот для соло, способов обыгрывания аккордов, выбора фирменных фраз, где их брать, как их использовать в выстраивании соло, технические моменты. Они ищут какую-то методику, какую-то формулу, работающую на большинство случаев в жизни. И сегодня мы как раз об этом поговорим. Я расскажу о трех принципиально важных подходах к написанию, исполнению и вообще подготовке соло. В данном случае на басу, но эти методики можно использовать. Эти методики, скобочка, подходы, может использовать любой музыкант, пианист, скрипач, кто угодно. Они работают для всех музыкальных инструментов, но я буду говорить с точки зрения басиста. Специально для этого видео я взял известную вещь Джона Калтрейна. Blue Train переводится как грустный поезд или синий поезд, это кому как нравится. Это джазовый стандарт по гармонии блюз, но играется в бибопе, так как это Калтрейн. На ее примере я буду сегодня объяснять, для того, чтобы была какая-то основа. Играет музыка Итак, начнем с первого подхода, игра от темы произведения, From Thema. Когда мы берем ноты мелодии, ноты темы произведения и играем соло вокруг них, используя только эти ноты, играя с ними, меняя местами, применяя различные ритмические рисунки разные, которые вам нравятся, используя технические приемы, слайды. Но вы опираетесь на ноты именно темы. В любом произведении есть мелодия, почти в любом. Либо она играется на каком-то инструменте, либо ее исполняет вокалист. В вокале, в голосе есть тема, мелодия основная. Вы играете вокруг нее. Если это джазовый стандарт, то все темы выписаны, как в данном случае. Мы берем эти ноты, выписанные, и играем вокруг них. Вернемся к соло, который я играл чуть ранее. В начале импровизации я играю только ноты, которые есть в теме. Я не думаю ни о кордах, ни о трезвучиях, ни о том, как их соединять, ни о каких-то своих заготовках в плане фирменных фраз. Я ни о чем в этом не думаю. Только о нотах темы, которые записаны на бумаге, которые уже придуманы. Это как шпаргалка. Ты посмотрел, и все, и у тебя уже написано. Ты только можешь поработать, поменять местами эти ноты. И как тебе нравится развить эту тему. Это довольно интересный способ. Для того, чтобы было лучше понятно, я сейчас включу Bandon Box и сыграю тему Blue Train в оригинальную, которую Cold Train играл. И покажу, что я изменил, и как я изменил, для того, чтобы было понятно. Вот так звучит тема. То есть, в начале мы играем. Вот это тема произведения, она записана в нотах. Ее играет Coltrane на трубе. И я делаю, играю в начале импровизации. Вот такую фразу. Ноты только из темы. Я делаю так, как здесь есть кварта. Я обыграю кварту, потому что кварта всегда круто звучит. Козырно. Если она есть, ее можно использовать. Потом слайд. И возвращаюсь опять к кварту. Используемые ноты только темы. И все. То же самое фа я делаю. Можно различными способами обыграть. Но я придумал вот такую фразу и играю ее. Можно совсем близко к теме. Как-то поиграться. Поиграться с этими нотами. Чем хорош данный способ? Плюсы. В том, что ваше соло будет звучать довольно разнообразно. В зависимости от тех произведений, которые вы играете. Всегда по-разному. Это не просто там набор своих фраз, которые постоянно повторяются. И одни и те же везде во всех песнях. Одни и те же аккорды. И одни и те же фразы. Это быстро надоест. А если вы будете использовать этот способ, то каждое произведение будет... Ваше соло будет для каждого уникальным. Будет какая-то своя характерная черта. Своё характерное звучание, которое будет логично вписываться. И вам никто не скажет, что тут играешь. Какую-то фигню тут. Всегда это будет звучать. Это хороший зрелый способ. Его многие используют. И я его использую. Но не так часто. Что плохо. Надо больше этому способу уделять внимание. Но я как-то мало ему уделял. Надо больше уделять. В общем. Из минусов. Минус. Есть один большой минус. В том, что вы не сможете играть большие соло. Очень много. Одну тему. Вам необходимо развитие. То есть, дополнять этот способ. Он сам по себе один не будет работать. То есть, он хорош, например, он вам поможет закрыть один квадрат соло сразу просто. Вот. Если, например, на два квадрата сыграть, то этот способ вам поможет быстро, прям буквально за пять минут закрыть. Если вы знаете тему и как-то ее овладели ей, сыграли в инструменте, вы можете быстро закрыть один квадрат соло. Даже полтора. Но дальше уже оно не будет работать. Дальше нужно будет это все развивать. Нужно будет добавлять какие-то фишки. Какую-то делать кульминацию. И вам уже не хватит этих знаний. Не хватит этих нот. Данный способ отлично подойдет для людей, которые хорошо владеют скрипичным ключом. Например, учились в какой-то музыкальной школе, училище. Или, например, владеют каким-то сольным инструментом. Трубой, с хософоном, скрипкой, пианино, который на скрипичном ключе. Для них этот способ отлично подойдет. Они быстро начнут вариться в этих соло, быстро начнут эту тему хватать. И как-то развиваться очень довольно быстро. Поэтому рекомендую тут осваивать скрипичный ключ для того, чтобы быстро хавать эти темы, быстро эти шпаргалки находить. Без этого никак. Если вы не владеете, это будет проблемой. Данный подход будет вам тяжелее даваться. Конечно, есть книжки, есть, например, реалбуки, которые пишутся для баса в басовом ключе. Но их очень мало. В основном пишут темы, мелодии в скрипичном ключе. Подход номер два. Именуется как аккордовый подход. В данном случае мы обыгрываем каждый аккорд, а в отдельности. Данный подход требует достаточно много скилла, но также очень круто работает. В данном случае у нас на первое место выходит цифровка. Это аккордовая последовательность. Например, как в первом способе мы знаем наизусть досконально тему каждого произведения, играем вокруг темы. Здесь мы играем вокруг аккордов произведения. Мы должны знать четко цифровку, какие аккорды, миноры, мажоры и прочее. Мы думаем о тониках аккордов, мы думаем о трезвучьях, мы думаем о арпеджио септ аккордов, мы думаем о ладах, о хроматической гамме. Все это мы должны знать и соединять эти аккорды логично и плавно и круто. Данный подход очень хорош, если вы работаете с большим количеством информации. Например, нужно постоянно каждую неделю обновлять репертуары и учить постоянно темы огромное количество. Просто нет силы, нет желания. Владение этим подходом здесь облегчит вашу жизнь. Вы можете быстро на ходу, прокачав, протренировав этот подход, потренировав вот эти вот способы, можете быстро штамповать соло. Качество, конечно, может быть не очень, но смотря от вашего скилла все зависит. Но вы можете сэкономить время. И этот подход здесь очень хорошо будет работать. Второй плюс этого подхода в том, что он позволяет убить сразу двух зайцев. Он позволяет сразу учиться обыгрывать соло, учиться обыгрывать сольные партии и также аккомпанемент. Тут очень все честно связано аккомпанемент и соло. Теми же методами играется аккомпанемент. Также соединяются аккорды, только мы здесь играем в контексте соло. Как же использовать этот подход на практике? У вас должна быть четкая схема тоника, трезвучия и арпеджио септаккорда. И далее уже после того, как вы все это поняли, все это сыграли, должна строиться фраза. Фраза может строиться на любых абсолютно нотах, неважно какая тональность, это хроматическая гамма, но есть красные точечки. Красные точечки указывают нам устойчивую ступень. И они будут разные в зависимости от аккорда. Если это минор, соответственно, малая терция, мажор большая. Квинта всегда обычно, если это не полуменьшенный или неуменьшенный. Септима тоже самое, может быть малая либо большая, в зависимости от аккорда. У меня есть видео, ссылку оставлю по этому поводу, сейчас не буду разговаривать. Итак, разберем, как это выглядит на практике. Пройдемся по два такта по нашему произведению. Вначале у нас первый аккорд до минор 7, и потом два аккорда фа минор и си беморь. Мы находим их на грифе, можно играть здесь, можно играть, например, где-то тут, можно играть тут. В зависимости от того, какой у нас идет аккомпанемент. Если есть бас в аккомпанементе, как у меня, то лучше играть вверху, чтобы не лезть в этот частотный диапазон. Если нет баса, если все играют под вас, ритм-секция тихо играет под бас, вы можете играть внизу то же самое. Значит, первое, находим тоники, у нас это до, раз, два, три, четыре, фа, си, вот два такта, раз, два, три, четыре. Нам это надо нарастить на это мясо. Значит, соответственно, первый такт у нас до, аккорд, находим лад. Натуральный минор это либо, либо это до риски. Ну, это неважно, на самом деле, мы используем все ноты. Главное не забывать о арпеджу септаккорда, потому что в этом арпеджу наши основные, на что мы опираемся, красные ноты, так скажем. Вот, что мы здесь можем сделать? Мы можем обыграть трезвучие, например, раз. Вот так сыграть. Мы тут три аккорда сыграли. Если, например, в произведении два аккорда в одном такте или четыре аккорда, много аккордов, не надо пытаться всех их обыграть. Не надо пытаться изошлиться и прямо там какие-то фразы на основе этих четвертых. Цепанули, отлично. Тонечку какую-нибудь там цепанули, плюс там, или пятую, либо третью цепанули. Например, можно сыграть. Или, например, это я сыграла третий, потому что фа минор, вот он, третий. Цепанули тонику, цепанули пятую, цепанули третью. И все, едем дальше. Переходим на аккорд, который дольше длится. Цепанули, вот как тут. Следующие два такта тоже до минор, но аккорды меняются. Там во втором такте будет си бемоль, ми бемоль, и мы приходим в фа. То же самое, можно немножко изменить, пойти, чтобы не повторяться. Мы можем сыграть, например, хроматическую. Я до этого сыграл арпеджио, но сейчас я могу сыграть, например, какую-нибудь фразу. И пришел фа. Я сыграл фразу. И пришел фа. Я таким образом сыграл. Или, например, я могу... Вот так вот. И пришел фа. Можно, например, найти фа здесь, прийти к ней. Можно сыграть здесь и просто поменять руку. То же самое, как здесь до, я играю далее. Также со всеми аккордами. Находим вот эти моменты соединительные. Ищем главные аккорды, которые долго идет в мелодии. И стараемся их разогреть. Далее у нас седьмой-восьмой такт. Это аккорд до минор. Также мы можем сидеть здесь, в этой позиции. В хроматическую гамму сидим. В хроматической гамме, в арпеджио. Вот. Но нам надо прийти в аккорд соль. Соль может быть здесь. Соль может быть здесь. Как вы построите свою фразу? Если вы будете вверху играть, надо сюда прийти. Если надо побольше нот, можно здесь сыграть. Потому что здесь охват больше в позиции. У нас здесь присутствует в восьмом такте полуменьшенный аккорд. Ля минор бемоль пять. С пятой пониженной. И также аккорд у нас ре будет. Для обыгрывания таких аккордов важно подчеркивать эту пониженную пятую. И я приду в аккорд ре через нее. Например, я играю сначала до аккорд. И в соль пришел. Можно сыграть так. Опять же. Либо какую-то по гамме до. Либо можно прийти не в соль, а в третью ступень. Вот сюда. В пятую ступень соль. Или в третью ступень соль минора. Зависит от того, как вам удобно. В данном случае удобно мне приходить в соль. Можно избежать именно вот этой сильной доли. Сыграть так. Пропускать первую долю. И где-то с раз и или с два начинать уже соль. Для того, чтобы не было это тупо звучание. А мы избегаем вот этих сильных долей. Далее все делаем по тому же принципу. Соединяем аккорды. Стараемся это сделать максимально логично. И не забывая о ступенях, которые есть в аккорде. Если это пониженная пятая, то ее тоже желательно бы подчеркнуть. В дополнение к плюсам и минусам этого способа. Еще один плюс. Это то, что качается очень сильно видение грифа. Качается видение разбирания в аккордах. Арпеджио. Технические моменты очень сильно качаются. Это плюс. Потому что видение грифа здесь очень важно. Со слабым видением грифа невозможно использовать этот способ. И строить нормальный соло. Здесь нужно владеть идеально. Видеть все варианты. Сразу все ступени. Этим нужно заниматься конкретно. Браться вот за этот способ. Обыгрывать сидеть прям часами. И каждый аккорд соединять их. Как я вот сейчас показал. И самому тренироваться. Сидеть. Какие-то искать свои способы. У каждого они могут быть свои. Тут нет панацеи какой-то. Последний способ. Третий. Именуется как фразовый. Это набор заготовленных, фирменных, где-то снятых. Либо своих придуманных фраз. Которые вы где-то используете. У каждого музыканта они есть. Независимо от темы произведения. Независимо от аккордов. Какие последовательности. Всегда есть там фразы на минор, на мажор. Которые вы заучили, играете. Например, у меня есть несколько фраз, которые я использую. Одна из них, например, такая. На минор. Я ее частенько использую. Либо здесь в соло я играл фразу. Одна и та же нота на разных трун. То есть, третий способ себя заключает ваше музыкальную эрудицию. Ваш словарный запас музыкальных фраз. Чем он больше, тем соло будут более фирменными. И это всегда, не всегда, но очень часто это крутой бонус, крутой плюс к вашему соло. Для того, чтобы качать этот подход, существует огромное количество всякой литературы, практических пособий, в которых есть прям по порядку идут фразы, так называемые линки. На разные аккорды, на разные последовательности аккордов. Особенно в джазе это распространено. Например, есть книжка How Play to Bebop. Кстати, рекомендую ее скачать, найти. В бумажном виде ее нереально купить у нас. Но можно скачать, найти спокойно. Там в этой книге собрано огромное количество линков. Джазовых всяких обыгрываний, фраз. Их можно просто сидеть, учить и внедрять в свою игру. Это очень помогает, обогащает ваше соло. Важное дополнение заключается в том, что ни один из этих способов не работает сам по себе отдельно. Нельзя использовать только, например, способ темы, потому что вам этого недостаточно. Или всю жизнь обыгрывать только трезвучиями ладами, соединяя эти аккорды. Это все будет звучать одинаково и неинтересно. Или только на основе фраз. Потому что не всегда фраза работает. Иногда нужно как-то это все адаптировать под определенное произведение. Это все работает скупе. Это все работает, дополняет друг друга. И здесь можно просто очленить и разделить эти три подхода. И работать над каждым отдельно. Для того, чтобы добиться больших результатов. А на этом сегодня все. Это все, о чем я хотел рассказать. Эта инфа будет очень полезна и как новичкам, так и профи. Профи в том плане, что можно привести в систему свои знания. Можно поработать на какими-то отдельными направлениями. Выделить их и уже там качаться, если чего-то не хватает, где-то что-то. Да и вообще вспомнить прошлое. А для новичков так вообще очень круто, чтобы хотя бы понимать, куда двигаться. Все. Всем спасибо. Любви, доброты. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok